Здравствуйте, дорогие! Сегодня мы начнем с проблем. Главная и основная из них – это безопасность наших детей. К сожалению, произошла беда, у нас в городе ребенок утонул. Неоднократно предупреждала и продолжаю предупреждать. Нахождение детей на воде без взрослых категорически запрещено. Сами знаете, речка у нас неглубокая, но очень опасная. Опасная течением и температурой воды. Поэтому еще раз напоминаю, нахождение детей на воде без взрослых грозит штрафами взрослым, представителям несовершеннолетних. И дополнительно напоминаю вам о москитных сетках, которые тоже представляют опасность для наших деток. Следующая по значимости проблема – это красная пресня, которая волнует, безусловно, всех и каждого. И администрацию, наверное, в большей степени. К сожалению, выяснилось на прошлой неделе, что подрядчик не платежеспособен совершенно. Поэтому дальнейшую работу с ним продолжать невозможно. Вплоть до того, что он не может рассчитаться с людьми, которые, собственно, по этой причине не могут выйти на работу. Однако сплетники связывают это и распространяют информацию о том, что администрация не рассчиталась за последние объекты. В результате сложилась такая задолженность. Нет, задолженность сложилась за последние полгода, это раз. Во-вторых, администрация оплачивает и готова оплачивать работы, которые оформлены надлежащим документом и предоставленным в администрацию. Документ это не один, это много документов. Поэтому как только будут в надлежащем виде представлены документы и просмотрены, проверены стройконтролем, разумеется, оплата сразу поступит. Проблема в том, что некому делать документы. У подрядчика мы за него этого делать не можем. Поэтому как только эта проблема будет устранена, сразу пройдет оплата. Опять-таки, эта оплата, когда поступит на счета подрядчика, она, в принципе, не спасет нашу красную пресню. То есть дальнейшие работы по красной пресне все-таки будут невозможны, потому что этих денег не хватит на покрытие долгов подрядчика. Поэтому сегодня вместе с Минтрансом, с правительством Амурской области мы решаем вопрос о привлечении нового подрядчика. Для тех, кто думает, что это очень легко, скажу о том, что не случайно у нас зашел по конкурсу на торгах в прошлом году только один подрядчик. Во-первых, необходимо наличие завода асфальтного. Во-вторых, наличие техники и, соответственно, рабочей силы. Проблема сложная, но она решаемая, особенно с помощью правительства Амурской области. Поэтому сегодня ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками, которые подхватят контракт. Вы сами понимаете, что асфальтный завод есть недалеко от НДУ БАМ «Строймеханизация», однако вы все знаете о том, что они загружены, даже перегружены, они не успевают, в принципе. Им продлен контракт по федеральной автодороге еще на год. Ну и, ко всему прочему, у них есть еще дополнительный объект БАМ-2. Поэтому ищем подрядчиков, сторонних, и будем привлекать их к работам на Красной Пресне. В любом случае, в следующем году объект будет сдан в эксплуатацию в надлежащем виде. О подвижках и новостях по этой теме я буду вас информировать регулярно, как только будет информация. Правительство и губернатор нас не бросят. Суд восстановил на работе бывшего директора МУПТИНДА Трифонову Анну Викторовну. Некоторые от радости в ладоши хлопали, однако я думаю, что напрасно. Дело в том, что она снова уволена. Ну и кроме всего прочего, решение суда о восстановлении мы будем оспаривать, мы с ним категорически не согласны. То есть пришел заново руководить предприятием человек, который по сути обокрал предприятие. Сегодня в районном суде находится уголовное дело по мертвым душам. Речь идет о присвоении более 300 тысяч рублей. Таким образом, Анна Викторовна задолжала предприятию здорово. Более того, она восстановилась на работу, на основное место работы, имея в трудовой книжке запись о том, что в данный момент она работает на Амурской авиабазе. Поэтому она была уволена за то, что без разрешения учредителя она имеет второе место работы, что категорически законом о мупах и гупах запрещено. Еще одна проблема у нас в городе – это неумные блогеры, которые хают все и вся, которые сами в этой жизни вообще ничего не сделали, присваивают себе чужой труд, и, собственно, по сути, получается, рот закрыл и рабочее место убрано. Вот этим блогерам предлагаю – ходите в помойки, фотографируете, любите ЖКХ, фотографируете крыс, приходите, пожалуйста, в отдел ЖКХ работать. Хотя многие из блогеров известны тем, что работать-то они как раз не умеют. Там не хватает ни мозга, ни навыков, ни знаний. Теперь с удовольствием перейду к хорошим новостям. Приобретены правительством Амурской области передвижные аппараты для УЗИ сердца и сосудов. В ближайшее время они начнут работать в нашей больнице Тынгинской. Кроме того, российские железные дороги приобретают магнитно-резонансный томограф в отделенческую больницу. Таким образом, в 2024 году на базе отделенческой больницы откроется центр лучевой диагностики. Это очень хорошая новость для наших тынгинцев. Не придется лишний раз выезжать в областной центр. В этом году мы ставим 15 детских площадок по различным программам. Жители Тынды интересуются. Повторно объясню, как туда попасть. Есть программа «Тысяча дворов», которую инициировал полномочный представитель президента Российской Федерации Юрий Петрович Трутнев. Эта программа начала работать только с этого года. По программе городу Тынде досталось 7 дворовых площадок, спортивных, зон тихого отдыха и детских площадок. 7 дворов будет оборудовано в этом году. На следующий год для того, чтобы попасть в эту программу, вам необходимо провести собрание собственников до 1 сентября и определиться с выбором вариантов малых архитектурных форм, где поставить лавочки с урнами, где поставить качельки, карусельки, а где сделать тропинки и тротуары. Что касается программы «Комфортная городская среда», есть возможность и по этой программе обустроить дворы и детские площадки. Для этого необходимо тоже провести собрание собственников. Ну и кроме того, необходимо софинансирование жильцов домов. В этом случае вам будет обеспечено обустройство придомовой территории, асфальтирование придомовой территории и дополнительно установлены мафы. Софинансирование может составить 2%. Для этого тоже необходимо провести собрание собственников и определиться с выбором, нарисовать дизайн-проект дворовой территории, возможно, расширить стоянку, возможно, сделать новые какие-то зоны отдыха. Готовимся к 50-летию БАМа. На основании ваших предложений и пожеланий правительство Амурской области дополнительные поручения уже выдает. Так, Василий Александрович Орлов дал поручение выделить денежные средства на ремонт фасадов школ дополнительно. Это отличная новость. Будем ремонтировать пришкольные территории. Ну и до этого я вам рассказывала, что в числе прочего будет строительство двух девятиэтажных домов на улице Кирова, будет ремонт родильного дома, по вашим предложениям нас услышали. И также будет ремонт при аэропортовой территории, при аэродромной, будет ремонт взлетной полосы, и наша ТНДА сможет принимать более крупные самолеты. Кроме того, будет подготовлена скейт-площадка. Вы помните, вы голосовали за то, чтобы на площади сделать вот такую зону спортивного отдыха. Правительство Амурской области нам давало поручение подготовить проектно-смертную документацию. Сегодня мы перед губернатором отчитались, что она готова. Будут выделены средства на строительство вот этого объекта. Благодаря правительству Амурской области продолжаем упаковывать нашу ТНДА спортивными площадками. В этом году мы строим стадион на школе номер 6, на лицеи закончены работы практически, стройконтроль проверяет. Мы подготовили в этом году по поручению Василия Александровича Орлова автогородок, на котором детки будут обучаться безопасности дорожного движения. Также в этом году мы готовим проектно-смертную документацию на стадион для школы номер 2 по поручению правительства. И мы делаем проектно-смертную документацию для капитального ремонта стадиона БАМ. ТНДА прошла конкурсный отбор и дополнительно выиграла умную спортивную площадку на территории бывшей 38-й школы. То есть в районе центра гармонии, молодежного центра гармонии и Айти Куба будет замечательный спортивный комплекс с Wi-Fi и электронным тренером. По просьбе жителей ТНДА отдел внутренних дел готовит график дежурства ППС в районе площади по вечерам. Вот эти вот катания и шум, который мешает жителям там отдыхать, будет прекращен. На улице Спортивной люди жалуются, строится гараж, гараж строится незаконно, выдали уведомление о сносе самовольной постройки. Если оно не будет удовлетворено в течение трех месяцев, срок согласно закона, мы предъявим иск в суд и будем через суд сносить это безобразие. На моей странице в Телеграм проходило голосование относительно выбора места для хоккейной коробки с теплыми раздевалками. Места распределились следующим образом. Победила улица Красная Пресня 13, двор в районе магазина «Клубничка». Претендовал на это место Новый Таежный. После голосования жители Красной Пресни 13 и 11 собрали массово подписи против установки хоккейной коробки с теплыми раздевалками на их территории. Пожилым людям мешают дети, к сожалению, так бывает. Поэтому спешу обрадовать жителей Нового Таежного. Хоккейная коробка, как вы и хотели, переезжает к вам. Будет установлена до осени этого года. Предприниматели активно продолжают включаться в благоустройство города. Предприниматель Тэн Цзюнь – это хозяин магазина Хуафу. Приобрел, по моей просьбе, две лавочки установил около своего торгового центра. И также приобрел фонари, антивандальные фонари на площадь, те, которые были разбиты в прошлом году. Взамен разбитых горэлектротеплосеть в ближайшее время на этой неделе установит новые фонари. Прошу беречь, предупреждаю, что видеокамеры отслеживают всех вредителей. Вооруженными силами России объявлен набор на контрактную службу в именной батальон «Амурский» с оплатой порядка 200 тысяч рублей. Условия оплаты и службы можно узнать в нашем военкомате. Завтра в воскресенье, ближе к вечеру, в наших домах появится горячая вода. Это хорошая новость. Со следующей недели по воскресеньям по Бомовскому Арбату будут прогуливаться зеркальные люди. Мы купили зеркальные костюмы замечательные. Панды, зайца, короля и королевы. Они будут бесплатно с вами фотографироваться. Поэтому прошу прогуляться по Бомовскому Арбату каждое воскресенье с 7 до 8 вечера. Вы можете сделать себе красивые фотографии. Завтра в Металлурге отмечают свой профессиональный праздник. Поэтому хочется поздравить с этим праздником всех, кто имеет отношение, в том числе и к золотодобывающей промышленности, предприятию Тынинского района и города Тынды. Пожелать здоровья, счастья, успехов и процветания. На этом у меня в принципе сегодня все. Вам здоровья, удачи, терпения. Надеюсь, в следующую субботу я вам расскажу хорошие новости о Красной Пресне.